Все выше и выше и выше, стремимый полет наших птиц. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Фигуры высшего пилотажа продемонстрировали авиамоделисты клуба «Живущий небом» на фестивале «Авиационная Монина», который прошел в Центральном музее военно-воздушных сил в День Воздушного Флота России. Это одна из моих самых больших и любимых моделей. Это «Коламбия-400». Не помню, кто там производитель этой модели. Их несколько разновидностей. Бывает и цируса есть такие. А так размах у него 3,2 метра, а полетный вес у него в порядке 15 килограмм. Хоть это и модель самолета, размеры внушительные. Производят впечатление и легендарные летательные аппараты, что представлены в музее. На мой взгляд, наш музей привлекает тем, что здесь собрана вся техника со дня его зарождения до современного. Сегодня здесь собраны воздушные винты со дня зарождения до современного. Сегодня здесь собраны двигатели от самого простого к самому сложному. И это на сегодняшний день привлекает нашу молодежь, которая, смотря на это, хочет стать конструктором, хочет стать летчиком. Не только посмотреть на стальных птиц под открытым небом, но и побывать на борту самолета. Посидеть в кабине пилота смогли все желающие. Для посетителей были открыты новые экспозиции, среди которых выставка средств спасения экипажа, выставки специализированных беспилотных летательных аппаратов от МЧС России и ретроавтомобилей от московского автоклуба «Волга-21». Также состоялся патриотический флешмоб. Замечательный фестиваль. Мы каждый год приезжаем, нам очень нравится. Ребенок уже... У нас первый раз приехали, ему было полгодика всего. И вот каждый год смотрят, уже им каждый год интересно. В этот день на фестиваль приехали и те, кто посвятил себя авиации. Я родился на аэродроме. У меня отец летчик. И живу я около аэродрома, поэтому она меня не может не привлекать. И до сих пор я общаюсь с авиаторами. Я летал, вон там вот, вон Ми-26 стоит. На каких-то летал в отпуск. Все родные самолеты. Для гостей музея состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Воздушного флота. С номерами выступили артисты ансамблей имени Александрова и Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, а также ансамбля казачьей песни «Кладезь». Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.